Игорь, скажи, пожалуйста, как началось твое приключение с цирком? С чего именно? Ну и как ты перешел на работу со зверями, очень, скажем, непростыми, таким как медведями? Да, опять благодаря бодибилдингу. В один прекрасный день я прихожу на тренировку, ко мне подходит Гена Балдин. Он говорит, знаешь, приходила киностудия, и хотят какого-то большого мужика, хотят даже, чтобы он был красивый, но это не ко мне. Ну, вместе с тем. Снимается сюжет, был такой киножурнал «Хочу все знать». Был такой журнал, с этого журнала началась моя история. Одним словом, пришла киносъемочная группа, предложили мне сняться по Шоховской башне, тогда она была единственной, не было Станкинской башни. Я должен быть раздетым и железно-молотым бить по металлическому шару, орешек тверд, и так далее, и так далее, и так далее. Это была маленькая заставка, маленькая заставка для журнала, и, как помнят люди тех лет, в каждом кинотеатре, перед каждым художественным фильмом шли какие-то журналы. В основном это были новости дня, но время от времени был вот такой вот журнал. Это журнал шел в кинотеатре, рядом с которым я жил. Это Баумовская, третий интернационал назывался кинотеатр. Директриза кинотеатра, жена офицера, только что покинувшая ГДР, страдала наверняка отсутствием внимания, и вот когда вот такой Боров, а я тогда уже весил под 100 килограмм, наверное, дурак был полный, вот, ходил я очень важный, и я, входя в кинотеатр, она стояла, отрывая билеты, и сказала, вы знаете, вас сегодня показывали в кино. Ну, для меня, молодого дурака, это, конечно, показалось. Одним словом, я смотрел себя раз 20. Более того, признание ко мне, эта женщина держала этот журнал месяца два, местоположных двух недель. У нас с ней получился роман, и потом она говорит, ты знаешь, вот у меня есть сестра, у сестры есть муж, он артист цирка. Короче, я попал в семью Владимира Владимировича Давейко, народного артиста Советского Союза, герой соцтруда, лауреата государственной премии, летчика, самый отдающийся человек в мире акробатики. Он родил практически всю арбейскую, советскую, российскую акробатику. Он был артистом цирка. И вот попав к нему в дом, в одном из вечеров, он, значит, ну, может быть, он выпил лишнее, может быть, что-то не так было. Она, одним словом, говорит, а что ты не хочешь ко мне работать? Ну, я на самом деле производил впечатление там большого, сильного человека, но не акробата. Я никогда не занимался акробатик, а то, что называлось там лифтингом и бодибилдингом, это совсем другое, что необходимо для мастерства людей, работающих под кидные доски акробата. Ну, как-никак, получилось, что я приехал в первый город Екатеринбург. Тогда он назывался Свердловском. Это был 1967 год. Мы уезжали, к трупу уезжала в Америку. Я за два месяца должен был войти в трупу. И на первой репетиции я понял, что я стою ровно ноль. Мне было предложено сделать некоторое количество акробатических элементов. Почему-то Володя решил, что я это умею делать. Я не мог. Мне предложили взять в плечи партнера. Я не знаю, что такое взять в плечи партнера. Но он кончился конфузом. Вечером я расстроенный, побежал покупать билет на самолет в Москву. Билетов не оказалось. Это позволило тому, что я остался на ночь. Была следующая репетиция. С одним словом, я поехал в Америку. И проработал в трупе у Володи почти пять лет. И, как говорят, что был далеко-далеко не худшим нижним в системе мировой акробатии. Мои задачи были строить колонны. Мои задачи было пассировать партнеров. Мои задачи были отбивать доски. Все это я делал. Но каждый раз, когда я видел жанр силовых жанглеров, есть такой жанр цирки, я всегда, конечно, вспоминал, что... Палитином Диквилем, конечно, естественно, я думаю, что это тоже. Друг мой, да. Мы с Валей прошли весь спортивный путь. Это все было позже. А вот на рубеже 70-х... Что-что? С Остапенко тоже. Ну, Остапенко никого не отношения имел никогда к цирку. Хотя сейчас очень прижат в Дуду Билдингу. И вот как раз он, забывая те моменты, когда он был в оппозиции к Дубинину, был лучшим другом к Шубову, ну, это уже другой разговор. Цирк начался для меня акробатикой. Но я понимал, что меня все-таки тянет к силовому. Вот, были два выдающихся артиста. Это Север Херц и Слава Анохин, молодой спортсмен. Всего было, да, всего было примерно шесть номеров, связанных с силовой акробатикой, с силовым жонглером. Попасть и сделать номер в цирке очень трудно. Я был в трупе, которая была знаменита. Знаменита она была, конечно, рекордными своими прыжками. И прежде всего акробатикой, связанной с ходулями. Первый ходуль, это мартальный ходуль с подкидной доски, сделал Александр Сажений в трупе Владимира Довейко. Позже был пироэт, позже был бланш, позже был двойной пироэт, позже был пироэт задний и так далее, и так далее. И мне, несмотря на то, что, в общем-то, я уже стал не лишнего этой трубы, прямо так скажем, мне все-таки хотелось самостоятельного полета. И огромных трудов, вместо того, что я сделал силовой номер. Сделал силовой номер. И в этот период времени семейные отношения мои сложились таким образом, что я женился на Татьяне Филатова, дочке народного артиста Советского Союза, дрессировщика медведя Валентины Филатова. И волей-неволей, естественно, я должен был вместе со всем остальным помогать, ассистировать и дрессировать медведя. Через три года работы уже силовым жонглором, я уже стал работать с Таркционом Великой Филатова. Судьба сложилась таким образом, что мы в 1974 году с Татьяной разошлись. Я продолжал работать силовой номер. Для меня уже были куплены змеи, у меня были питоны. И в 1976 году я сделал самостоятельно свой номер. Ну а в 1980 году на премьере в московском цирке на Вернадского я выпустил знаменитую медвежью баню, которую сейчас никто не повторил. Там медведь выполняет функции партнера. Медведь работает без наморника, без ошейника. Медведь не прикармливается. Медведь ходит только на задних лапах. Медведь является продолжением, зеркальным отражением человека, который ведет себя в бане. Банщиком, так званым. Да, он меня упарил, я его упарил. Там было очень много смешных ситуаций. И это настолько серьезно выстрелило, что я позже единственный, который, наверное, в Кремле, в Кремлевском цирке спорта работал голой. То есть на меня была одна простыня. Я работал для Центрального комитета партии, я работал для всех съездов. И уже с 1986 года я уехал за рубеж, и до конца работы в цирке я находился за рубежом. Это полтора года Латинская Америка, Венгрия, Югославия, и позже Европа. В Европе с Олегом Поповым, уехав на две недели, я остался там практически на 7 лет. Но помните тяжелые 90-е годы. Работа становилась все сложнее в Европе. И я понял где-то на рубеже 96-го года, что продолжать работать в таких условиях, несмотря на возможность заработка, становится все труднее и труднее. И я ушел из цирка. Уйдя из цирка, я не знал честно, что будет делать. Хотя у меня два высших образования, но себя найти мне было очень трудно. И в очень короткий период времени на дно из тренировок ко мне подходит молодой человек, знакомый по залу. И говорит, я вот сейчас работаю на новом канале, называется НТВ+. Только что Владимир Гусинский на базе своего основного канала НТВ родил спортивный канал. И вот мы хотим снять про тебя фильм. Ну, был снят фильм, 45 минут. Ну, возвращаясь как бы к медведям, очень важный факт способа тренировок таких животных. Все-таки это сложные животные, большие. Одно неловкое движение или что-то не понравится этому зверю, может лишить человека жизни. Как все-таки удавалось, как все-таки тренировалось таких животных. Потому что я помню, мы всегда видим то, что происходит на сцене. Все-таки то, что происходит за кулисами, это адский труд. И как он выглядел? Сколько времени ты проводил с этими животными для того, чтобы у тебя в конце концов вышел этот феноменальный номер? Я думаю, что разговор о медведях это отдельный разговор, потому что говорить об этом могу я очень много, потому что я на самом деле не проводил время, я жил с медведями. Ну, так хотя бы кратце, как говорится, поверхностно, потому что... Медведь самый коварный прежде всего, кроме силы, кроме мощи, кроме агрессии, всего остального, что существует сегодня в природе и прежде всего в цирке, это единственное животное, которое работает в наморнике, говорит само за себя. Животное лживое, животное, как и люди, обладающие смелостью, умом, хитростью, трусостью, и все эти качества очень характерны для медведя. И все это в твоем распоряжении, которое ты должен естественным образом понять, на первом этапе, потом преодолеть, потом научить, и потом все время держать в струне. Вот эта узда, которая необходима для медведя, особенно в два раза в год, когда у них начинается так называемая течка и половое влечение, чрезвычайно опасна. Физика этих животных огромна. У медведя по анатомии нет ключицы. И так называемая лапа, передняя лапа, крепится практически с шеей. И поэтому первое стартовое движение, за которое борется в боевых искусствах, практически незаметно. Включение скорости огромное. При огромной массе, при огромной силе, которую обладает медведь, я уже говорю про клыки, лапа, которая работает, как снегоуборка. Но вместе с тем, это одно из самых высокоразвитых животных. Медведи, как ни одно, другое животное. Но тебе приходилось или, как говорится, нужно было дрессировать их с самого малого, или все-таки ты получал или имел животных уже постарше, побольше? Нет, медведя практически все, которые работают в цирке, их воспитывают с самого начала. Самый молодой медведь, который у меня был, четыре дня. Медвежона, которую я купил в Таршкентском зоопарке, это маленькая крыса. Вот такого размера она. Она потом растет, кормить ее надо 12 раз в день. Это практически спать надо у медведя. Каждый медведь рождается весной, до мая месяца должен получить медведь. Если медведь к тебе пришел в возрасте 6 месяцев, то практически медведь потерян, если на него не одет ношенник и намордник. Эти все нюансы, они очень сложны, но самое главное, самое опасное, то, что ты не застрахован ровным счетом ничем. Ничем с точки зрения, что воспитав этого медведя, кормив его, в возрасте там... Это то же самое, как спит-бутлеера. Ты его кормишь, а вы можете просто в конце концов просто съесть. он может быть и другим, но может быть таким. Вот это и есть коварство. У меня, например, был медведь размером огромным, весом 450 килограмм, которого я воспитывал до 5 лет. Он ходил без намордника, без ошейника, и мой принцип был смирить. Медведь должен ходить на задних лапах. У меня медведи не ходили на четырех лапах. То есть, самые первые азы это дисциплины и хождение на задних лапах. Медведь должен походить на человека. Недавно, что в Сибири есть понятие, что мы произношли от медведя. Разделанный то, что медведи это человек. И вот, когда вот это огромное животное стоит на задних лапах, выжит тебя на голову, смотрит тебе в глаза и идет на тебя с элементом агрессии, это, конечно, ужасно. Как можно перебороть? Я не знаю. Вот сейчас, например, мне скажут делать то, что я делал, я бы никогда не согласился. Я только с медведями работал недолго, 26 лет. И я... Где-то был элемент необходимости, где-то была безысходность, где-то было везение, где-то наверняка какой-то творческий порыв, где-то была какая-то помощь. Ну и, конечно, то, что я начинал свою работу с медведем великого Филатова. Филатов, у которого не было слова «нет» по поводу медведей. Ну вот трюки, которые делал Валентин Иванович Филатов, обычно и тройка запряжены тремя медведями. Медведь-кучер. И эти медведи везут, естественно, его. Как можно медведя размером в 300 килограмм А вот интересный момент такой. Скажем так, в советской литературе или в советском, например, обучительном процессе, в том числе, скажем, цирковом искусстве, у нас же были училища циркового искусства, и сейчас и тому подобное. Да. Существует ли какая-то литература по обучению животных? Именно животных? Нет. Цирк, в отличие от всех других профессий, это всегда был семейный бизнес. Так же, как, например, в восточном единоборстве есть понятие «учедеши» «внутренний ученик». То есть, великий мастер берет какого-то мальчика, девочку и воспитывая его, приобщает его к своему быту. Это, короче, служка. Моет, стирает, убирает. Великий Аяма, который был корейцем по национальности, убежав из Кореи от проблем с американцами, ведь на протяжении 11 лет жил в доме у японского предпринимателя, выполнял функцию борщика, охранника, тренировал великого Сигеру Аяма и только в 31 год, уйдя из дома этого человека, выполняя функции все бодородные, получил имя Аяма. Настоящее имя его не Аяма. То же самое и здесь. В цирке цирковая семья испокон веков была цирковая семья, рождались дети. И вот мастерство родителей, неважно, это дрессура, жонглира, эквилибристика, что было присуще тому и той или иной семье, передавалось детям. Позже, когда пришла советская власть, естественно, был знаменито открыт училище циркового искусства имени Михаила Николаевича Румянцева Карандаша, потом была студия, потом была студия в Киеве, знаменитая очень студия. И они под следующий этап это спортсмены. А спортсмены, естественно, акробаты, прогуны в воду, акробаты, прыжковой акробатики, которые, закончили свой спортивный век недолгий, находили себе место, и очень достойное место, именно в цирке. Вот так из поколения в поколение проходило мастерство. Но дрессоры это настолько тонкие, тонковолокнистые, я бы даже сказал, проект и продукт, который нельзя просто так передать, а тем более дать. И не хотел никто это делать. Сейчас, например, я наблюдаю, как старые мастера кого-то... Ну, скажем, та школа, по которой ты учился, которую ты прошел, вековая традиция семьи и тому подобное, она на сегодняшний день существует в России или нет? Имеется в виду то, то родня. Да, в некоторых фамилиях да, в некоторых фамилиях есть вот те... Я не веду по медведям. Именно вот вот эта семья, вот эта, как говорится... Филатова, да. Да, Филатова, она осталась на сегодняшний день? Они остались, они, другое дело, что они, к сожалению, не развиваются, но они традиция отца, то есть классика, классика, именно классика дрессуры медведя они оставили. Со временем были другие семьи, которые родились немножко позже. Достаточно разумные люди, которые понимали на ходу многие вещи, которые взяли за основу какие-то... Очень интересно было на рубеже 80-х годов особенно, какие-то сюжетные комбинации с животными и, прежде всего, с медведем. Почему медведь? Медведь очень человекоподобен. Если мастерство дрессировщика позволяет очеловечить его, то фантастическое восприятие зрителя. То есть никто не верил, например, долгий период времени работы в Латинской Америке, что это живой медведь, думал, что это шкура. До такой степени медведь повторял человеческие движения, настолько он органичен был, связан с человеческой деятельностью, что это очень... Ни одно другое животное не могло так себе позволить. А расскажи мне, все-таки расскажи о опасных моментах работая с животным, с таким же по-моему, что я вспоминаю, когда уже будучи в зятьях у Латина Ивановича Филатова в городе Львове, помнится, я приехал в этот город уже с женой, и он говорит, ну все, хватит тебе херней заниматься, шары там, гири поднимать, пойдем, будешь приобщаться к настоящему делу. Мы спускаемся вниз, входим в медвежатник, и в это время из медвежатника выносят человека, которого проработал дрессировщиком у Филатова 26 лет. Он в обычном рабочем режиме, это как раз по поводу то, что может быть, подошел к клетке, за ошейник достал медведя, посадив его с левой стороны и правой стороной взял ошейник, наморник, и стал одевать. Медведь воспротивился и спорол ему мошонку. И вот мое первое знакомство с медведем было, когда выходит этот мужчина без мошонки, и это, я говорю, вот, ептать, извините, это, ну, ничего, ничего, это тоже бывает. Что такое медведь? Медведь – это коварство, медведь – это лживость, медведь – это животные, которые в любой момент, если ты не готов к этому, если ты не даешь, если ты даешь повод быть расслабленным, готов на тебя напасть, к сожалению. Поэтому вот опасность работы с медведями, она огромна. – Ну, в твоей практике не было каких-то ситуаций, которые… – Три раза руки ломали, сломали мне ногу, я не знаю, ситуация, не ситуация, причем ситуации, которые были мной подконтрольны, казалось бы, но они вот случились. Спасибо, что со спиной было нормально, когда медведь 450 килограмм грызет ногу ассистенту, я ныряю под него, вылезаю, у меня рука карданный вал. Из дуру мой ассистент говорит, Филипыч, мы сейчас себе ее вправим. Вправляет, делает мне, естественно, уже имеющийся двойной перелом еще и с искривлением. Все это как-то вот сейчас настолько хи-хи-ха-ха, просто я даже не знаю, я порой… – Ну, а что с такими животными? Вот если вы заметили, что такое животное себе так повело, дальше дними работаете? – Да, я понял, к сожалению, вот эта история, про которую рассказано, она была в городе Николаеве, это на Украине, вот, в период, когда мы готовились для поездки в Югославию, через 24 дня мы должны были грузиться в Одессу, и потом мы должны были плыть в Варну, из Варны мы должны ехать в Белград, а по тем временам зарубежной поездкой даже в Югославию, когда 1982 год казалось несказочной, и мне тоже сказали, если ты не начнешь работать через 24 дня, то поедешь в другой, мне был положен гипс, утром мне позвонили, сказали, что перелом с искривлением, утром мне сломали руку, снова наложили гипс уже с искривлением, через 4 дня я с гипсом работал с медведями, по большому счету медведь должен был списываться, я отработал с ним в Югославии, я отработал с ним всю Сибирь, к сожалению, потому что 3 раза уже медведь на меня бросался, уже очень четко понимая, что задача у него немножко другая, первый раз он просто так, он игрался со мной и сломал руку. Ну, а были какие-то, например, медведи, которые, ну, скажем, ярко запомнились тебе, можно сказать, что... Вот это медведь, про который рассказывается самый яркий артист, артист, который... Талант, талант, а одновременно был проявлен с проявами агрессии. Абсолютно верно, да. Как правило, люди талантливые, они очень, и люди неординарные, они всегда могут в психофизическом состоянии чрезвычайно неуравновешенно, и позволяют они себе вещи, которые вряд ли укладываются. Этот медведь, который поднял Кременский дворец съезда, я работал на закрытии последнего съезда партии, на первом ряду сидели члены Центрального комитета партии, и мне сказали, если медведь сделает шаг вперед к передней лестнице, которая была, значит, естественно, семь стволов завалит медведя, но на самом деле это медведь, которая надвигала выше меня. Медведь делает кульбит и садится прямо на край сцены и смотрит в зал. На первом ряду сидят члены ЦК. То есть очко у меня играло, сам можешь представить как. Но это был триумф, который позволил мне последующие 15 лет, в общем, себя материально, по крайней мере, чувствовать очень удобно. И у меня массовка была полторы тысячи человек. Когда Иосиф Давидович Кобзун, который всегда заканчивал такие правительственные концерты, был отодвинен, я заканчивал концерт. Тогда министр культуры был Николай Губенко, не дали ему прочесть монолог. А закончил я русский номер, мужик с медведем в центре Кремлевского дворца съезда, на лавке, выполняет функции. Ну, вот номер такой был, очень забавный был, хорошая музыка, смешная. И ржали все. И когда я закончил номер, зал встал. Это было. Насколько это было страшно, ну, об этом сейчас даже страшно вспоминать. Были такие яркие моменты, которые сразу мне дали звание, сразу мне дали ставку, сразу мне сказали, куда я хочу, за рубеж ехать? Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Спасибо.